Девушки отдыхают Совмещать архитектурные артефакты с современным дизайном мы еще не пробовали. Нужно срочно заполнить этот пробел. В дачной жизни, как и во всем остальном, есть два варианта развития событий. Можно идти на поводу обстоятельств, но лучше изменить их под себя. Герои сегодняшней программы решили поступить именно так и попросили дачный ответ сдвинуть их дачную жизнь с мертвой точки. Девушки отдыхают Я вам все покажу. Отлично. Можно? Аккуратно. Спасибо. Этот участок наши герои приобрели 10 лет назад. Тогда, сразу после кризиса, земля ничего не стоила, так что покупали на будущее. Но, как видите, за эти годы руки до обустройства дачи у Светы и Гены так и не дошли. Единственное, что сделали, поставили вот этот небольшой деревянный дом. Вы знаете, Гена и Светлана, я вот часто наших героев спрашиваю, а что бы вы хотели сделать? Ну, здесь даже такого вопроса не возникает, потому что когда видишь все эти горы, мусора, земли, песка, рядом с таким прекрасным домом, сразу становится все понятно. Даш, ну, честно говоря, вот руки не доходят. Да? Я понимаю. Мы живем в городе. А вы вообще городские? Конечно, абсолютно урбанисты. А для чего вам этот дом в таком случае? Ну, есть тут одна мысль. Да, да, да. Дети растут. Да, ребенок уже как бы вырос. Да. Сколько лет? Ну, 22. У вас сын, да? Ромочке 22, собрался жениться. Ага, ну и как-то надо его отселить от себя. А вот сын Роман и его невеста Анна, как ни странно, оказались более дачными людьми, чем родители. Поэтому семейство Тихонинах и обратилось к нам в программу. Они хотят преподнести будущим молодоженам очень необычный сюрприз. Вы что хотите, чтобы мы уничтожили всю эту грязь или что-то побольше сделать? Нет, я думаю, мы вам предоставим более такую элитную работу, что ли. Ну, как-то это оформить, довести до конца именно здания. Да, а вот приусадебный участок, ну, я не знаю, это уже на вашу спасение. Ну, тоже, да, желательно, конечно. Мы это на себя возьмем. А по поводу мусора, я думаю, как бы мы решим вопрос. То есть сначала нужно привести в порядок фасад этого здания, а потом каким-то образом что-то здесь соорудить. Правильно я понимаю? Муж, знаете, у нас возникла идея такая. У тебя. Да, ну, после меня, значит. Где-то 45 лет тому назад, играя в шеремейском борце, он нашел из розетки. Ну, такой в стиле петровских времен, там кораблик такой голубенький. Ну, и у нас какая-то там мысль на этот счет там, ну, что-то такое в этом стиле, что-то хотелось бы сделать. Как должно это все выглядеть? Что здесь будет происходить? Расскажите. Ну, как бы мы хотели, чтобы там был очаг, был бы. Давайте пройдем туда. Да, да, да. Ну, здесь можно шашлыки там, пищу приготовить и так далее, да. Здесь некая обеденная зона, и будет стол. Сулечки, все таково. Вы все сами знаете, я вас слышу. Ну, я хочу, я хочу. Диван, диван, чтобы можно завалиться там. Диван там. Диваны через семейные сборы. Хорошо, тогда будешь бегать, переносить мне еще туда. Дашенька, вы извините, да, вот Светлана тут напланировала всего. На самом деле приедет сыр, Рома, и может тут как-то что-то перекроить. Ну, это несложно догадаться, потому что это другое поколение, во-первых, да? Да, другое. Вообще, что ему нравится? Что он любит? Ну, ему нравится свобода, нравится компания друзей. Ну, естественно. Да, естественно. Да, загармождение он не любит. Не любит сейчас. Какие-то лишние предметы, которые не мешают именно функциональные какие-то вещи. Но есть такая слабость, я вам скажу откровенно, потому что он вырос. Бабушка вокруг, опека, родители. Да, да, да. Любит уют. Вот чтобы было уютно. Тепло, уют. Да, вот чтобы эта атмосфера не была казенщиной. Это как-то, кстати, да? Ну, я понимаю, конечно. Чтобы это было вот как дома. То есть в 22 года стиль уже сформировался у Романа? Ну, он со вкусом молодой человек, да. Очень будет интересно с ним познакомиться. Надеюсь, что вы меня представите. В таком случае мы будем, так можно сказать, плясать от изразца, который вы нашли. Ну, и, собственно говоря, чтобы это все было комфортно и красиво. Тем более, что есть от чего оттолкнуться. Очень красивый дом. Лаконичный, скромный, но в то же время со вкусом. Прежде чем приступить к работе, оценим исходные данные. Пока что это место сбора мусора назвать дачным участком язык не поворачивается. Строительный мусор и хлам лежит здесь не первый год. Да и сам дом, а точнее веранда, при ближайшем рассмотрении оказалась далеко не в идеальном состоянии. Кирпичная кладка во время строительства была не обработана должным образом. И, как видите, колонны и стены уже начали разрушаться. Так что в процессе работ нам предстоит исправить строительные ошибки, создать интерьер веранды и довести до ума прилегающую территорию. Этот масштабный и интересный проект мы попросили воплотить дизайнера Елену Попову. Елена по образованию художник-декоратор. Закончила Московский государственный университет сервиса по специальности дизайнер интерьера. С 2000 года занимается частной практикой в области дизайна. Лена уверена, интерьер должен быть не только стильным и комфортным, но и передавать образ жизни людей, обитающих в нем. Лен, нам в этот раз очень повезло, потому что у хозяйки, у Светланы прекрасный вкус. И, как видишь, мы с тобой сидим на ступеньках веранды, которая уже сформирована. И сам дом по себе, мне кажется, очень удачно выполнен. Ну да, у него очень много функциональной задачи. То ли патио, то ли дом летний, то ли мангальное какое-то место. И самая интересная конструкция. В общем, можно лепить все, что угодно дальше. Поэтому начнем лепить прямо сейчас. И первый шаг – это вот этот изразец, который дала мне Светлана. Дело в том, что ее муж Геннадий, он когда-то еще ребенком нашел вот такой изразец еще петровских времен. Что-то голландское, наверное, да? Ну, похоже, да. Мне кажется, да. Держи. И, собственно говоря, вот этот изразец они мечтают использовать в этом объекте как отправная точка. Может быть. Интерьер, экстерьер очень часто диктуют какие-то детали. Но мы в такой авторский даже какой-то объект можем превратить. И у нас есть интересное такое решение и место для мангала. То есть мы будем выстраивать мангал, и как раз нам нужно изразцы, плитка, камень, мы его туда прекрасно впишем. Это будет центральное место, и ему достойное место как раз найдется. Но я тебе забыла самое главное рассказать. Дело в том, что Светлана и Геннадий, они настоящие урбанисты и не собираются переезжать за город из московской квартиры. А этот дом они планируют подарить своему сыну Роману, тем более, что у него планируется свадьба в ближайшем будущем. И, наверное, может быть, даже и свадьбы здесь будут гулять. Здесь очень много места, да-да-да, и можно такой куприз сделать. Здесь будет такое сплетение материалов интересный, будет более такой утонченный момент вот этого дерева, мы его облагородим, потому что достаточно печально. А кирпичи вот с твоей спиной тоже достаточно грубоватые. Да, да, они такие банальные, обычные кирпичи, поэтому мы из них сделаем благородные, они будут современные, достаточно модные, колонны, будут элемент ковки, но не такой типичный, как мы привыкли его видеть. И освещение будет на этой веранде. Здесь уже сама постройка дома нам диктует вот всевозможные зоны, поэтому здесь будет зона для отдыха, обеденная зона с мангалом, со столами, как раз очень интересная. И не хватает зелени, но так как это молодая семья, поэтому не хочется делать каких-то сложных, интересных клумб и деревьев, поэтому здесь просто будет очень красивая зеленая трава. Здорово, я уже живо представляю эту ситуацию. А есть уже какие-то декораторские идеи? Как всегда, как всегда много, да, у нас будет и дерево мы будем расписывать, и штукатурку старить, и ковка будет очень интересно красить, и нетипично. Интересно, как нам поможет в этой истории Таня Грамон, давай у нее спросим. Да-да-да, очень надо. Расскажем ей про проект. Таня, у нас очень интересный проект, и за основу нашего проекта мы решили взять Петровский изразец. Да, я вижу, вы затеяли глобальный проект. Мне же предстоит поставить финальный аккорд, то есть делать те самые милые вещицы, которые создадут атмосферу уюта, комфорта, спокойствия. Я еще не знаю, что это будет, но точно, точно уже знаю, что буду использовать те материалы, то есть дерево, и ту цветовую палитру, голубой, белый цвет, которые используете и вы в своей работе. Ну что же, мне кажется, теперь действительно у нас уже много идей, и самое время приступить к работе, правда? Вперед! Воплощение всех этих грандиозных идей мы начинаем с черновых работ, разбора мусора и строительства дорожек. В бетономешалке создаем коктейль из песка, щебня и цемента. Тщательно перемешиваем до образования однородной массы и получившимся цементным раствором заливаем дорожки участка. Чтобы они были прочными, на первый слой цемента устанавливаем армирующую сетку. Сверху все тем же раствором формируем второй слой и выравниваем. На этом с дорожными работами покончено. Осталась самая малость – выбрать материал для их мощения. Первыми строителями дорог считаются римляне. Военные дороги они выкладывали каменными плитами, а менее значимые – гравием и щебнем. С тех пор, конечно, строительство дорог претерпело значительные изменения. О современных методах в следующем сюжете. На самом деле достаточно применяется элементов для мощения. Это как вибролитая плитка, вибропрессованная плитка, натуральный камень, декоративный бетон. Есть варианты натурального камня – это песчаник. Он бывает разных цветов, вот как желтый, бывает такого, знаете, красного цвета, бывает такого серо-зеленого цвета. Вот этот камень, он по своим характеристикам на самом деле тоже соответствует по всем параметрам для укладки на мощение. Самый распространенный – это плитка, изготовленная методом вибропрессования. Она бывает разных форм, бывает как прямоугольные изделия, вот такого плана называемая брусчатка, квадратные плитки, шестигранные плитки. Плитки, изготовленные методом литья, они имеют какую-то декоративную поверхность для, так сказать, самых разнообразных целей. В первую очередь у плитки какие свойства? Это прочность, истираемость и морозостойкость. Цвет плитки достигается добавлением в цемент обычных минеральных красителей, неорганических. Они не выцветают, сохраняют цвет долгие годы. Вибропрессованная плитка, уложенная в Москве на самых, что ни на есть, высокопроходимых местах, служит по 15-20 лет. То есть для дачного участка я считаю, что это вообще вечное. Любая плитка послужит достаточно долго и будет работать на ваш век вакет. Пока мы выбирали материал для мощения, строители дачного ответа уже приступили к верандным работам. Во всех незащищенных местах обрабатываем стены специальной грунтовкой и с помощью цементного раствора выравниваем их. Стены веранды дизайнер решила задекорировать природным камнем – песчаником. На болгарке с алмазным диском подгоняем под размер каменные плиты, наносим на их тыльные стороны плиточный клей и выкладываем в хаотичном порядке. Согласитесь, столь великолепный рисунок под силу создать только природе. Ни один искусственный материал не сравнится с могуществом и изысканностью натурального камня. На очереди у нас создание мангального комплекса. Здесь мы также начинаем с выравнивания стен. Монтируем в стену металлические маяки и по их уровню выравниваем поверхность с помощью цементного раствора. Параллельно с этим создаем стяжку на полу. Таким же образом нам необходимо выровнять кирпичные колонны. Сейчас их ширина разнится. Прибиваем деревянные маяки и штукатурим поверхность. После окончания штукатурных работ нам предстоит из пеноблоков построить короб для мангала. Но прежде отправимся в гости к Алексею Глызину. Музыкант славится не только своим творчеством, но и чувством юмора. И наверняка в его загородной жизни найдется место паре-тройке интересных творческих идей. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Даша! Здравствуйте! Очень приятно вас видеть. Я ожидала увидеть какое-то нестандартное решение дачной жизни. И я увидела сразу же нестандартное решение. Дом у вас, Алексей, просто космический. Серьезно, космический. Как давно у вас этот дом? Ну, он строился 4 года. Окончательная, в общем, постройка была сделана год назад. И, в общем, потихонечку уже отпадают плиточки. Можно я попробую угадать, проект был ваш? Личный? Или все-таки архитектор какой-то родился? Проект архитектора Панина, это заслуженный архитектор России. Но, как бы, консультировал Александр Кузьмин. Это главный архитектор Москвы. Неплохо, неплохо. Ну, это сразу видно, что, с одной стороны, очень креативное творение, а с другой стороны, видно, что профессионально сделано. Алексей, а вот эта терраса, она чему служит? Сверху я толкаю речи, когда приезжают... Как Ленин? Товарищи! Все, смотри! Вместо товарищей собака отзывается. Это собака, которую зовут Султан. Я смотрю, у вас тут и цветочки, и какие-то кипарисики. Это называется тули. А кто занимается вот этими посадками? Все сам, только я. Да нет, не верю, Алексей. Ну, вы что у меня разыгрываете? Ну, у меня есть помощники, которые мне помогают все это сажать. Вот там вы видите рододендроны. 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 Вот их было сначала семь, потом я подумал, что маловато, и посадил еще два. И то есть получилась композиция из девяти рододендронов. Здесь есть ландыши, есть вот каприфоль, который сейчас уже отцветает. Отцветает. Да. Потом есть разновидности различной сирени. Вот это вот венгерская сирень. Ой, еще осталось. Как прекрасно. Обрывать, конечно, жалко. А говорят, очень полезно для сирени. Спасибо, Алексей. Еще пахнет вкусно. Говорят, что очень полезно для сирени обрывать. Ну да, если она остается с цветами, то на следующий год их меньше становится. Вот видите, вы все-таки садовод-любитель. Вот все знаете, во всем разбираетесь. Наверняка сами еще шашлык здесь жарите. Шашлык жарю сам, и причем ем его тоже я сам. Нет, на сколько у вас здесь народу, например, в этой беседке поместится? Ну, иногда человек 15, а если еще притравить слегка, то человек 50 поместится. Чем вы их притравливаете? Собаками. Блин, у меня тут есть они. Если можно, давайте небольшую экскурсию. Приведите меня в дом, я посмотрю на то место, которое тоже помогает вдохновить. Идемте в дом. Там есть место, где мы вдохновимся с вами. Ну вот, это дом. Ого. Проходите, Даша. Алексей. Располагайтесь. А что это у вас тут? И Древний Египет. Египет. Это у нас шумеры. И какие-то викинги. Это шкура убитого животного на днях. Вот это вот, кстати, камин. Как камин? Серьезно? А вообще не похоже на камин. Вот и я так думал раньше. На самом деле это камин. И все это, в общем, функционирует. Вообще мне нравится наличие обилия даже, я сказала бы, кованых предметов. В свободное от работы время я здесь кую. Ну, я вам не верю. Ну, я в веначах честный, поэтому это дело не я, на самом деле. Ну, выглядит очень даже по-дачному и стильно. Алексей, объясните мне, пожалуйста, что это такое? Это там второй этаж или у меня галлюцинации уже начались? Честно говоря, это первый раз вижу, потому что вчера ничего здесь не было. А сегодня специально для программы какой-то сумасшедший сделал здесь стекло. Нет, ну серьезно, я же вижу там двери. Значит, это второй этаж. То есть это потолок и полно. Я предлагаю, я предлагаю попробовать это на прочность. Вы гарантируете мою безопасность и сохранность? Нет. Ну, все равно, я ради вас, я готова. Пойдемте. Хорошо. Мы же экстремалы. Конечно. Идемте. Алексей, благодарность вам за то, что вы, так сказать, вылечили мою боязнь высоты. У меня для вас есть несколько подарков. Неужели подарок? Компания Аквафор дарит вам этот фильтр для очистки воды. Аквафор Кристалл с уникальными волокнами Аквален, которые превосходно очищают воду от вредных примесей. Так что теперь у вас в доме будет всегда чистая вода. Это все у меня. Да. Спасибо большое. Немецкая фирма Томас дарит вам этот моющий пылесос Томас Твин Т2 с Аквафильтром. Так что теперь воздух в вашем доме будет чистым и свежим. Ведь Томас моет дом и воздух в нем. Спасибо огромное. Теперь с этим потрясающим пылесосом фирмы Томас здесь будет такой свежий воздух, что Альпы отдыхают просто. Спасибо вам огромное. Мне хочется пожелать вам, чтобы все-таки хватало времени на любимую дачу, тем более, что на ней уже действительно есть все, что необходимо человеку для счастья. И цветы красивые. Да. И подарки наши. И дом такой. И даже вот этот вот аттракцион с прозрачным полом потолком. Я вам желаю, в общем-то, наслаждаться этой жизнью дачной в полной мере и дальше. И побольше. Спасибо, Даша. Мне было очень приятно, что сегодня вы были с нами. Спасибо. Спасибо. Ой. Мы возвращаемся на строительную площадку. Коров из 10-ти сантиметровых пеноблоков практически готов. Он послужит своеобразным каркасом для мангала. Выравниваем поверхность кладки и устанавливаем старый хозяйский мангал. Это совершенно обыкновенная конструкция, продающаяся в любом магазине. Именно из нее дизайнер проекта решила сделать уникальный мангальный комплекс. Но что-то мы отвлеклись от темы проекта, старинного израстца. Чтобы выдержать веранду в его стилистике, мы решили выкрасить одну из стен в сине-белые тона. Для этого используем специальную силикатную краску двух оттенков – голубого и белого. Силикатная краска обладает хорошей адгезией к бетонным, деревянным и цементным основаниям. Она более стойкая, чем акриловая, и поэтому лучше подходит для окраски фасадов зданий. К тому же силикатная краска – одна из самых дешевых на современном рынке лакокрасочных материалов. Стену мы не просто красим, а тонируем дерево полусухой кистью на продир. Такая техника дает более насыщенный, глубокий цвет и эффект старины. А вот двери мы закрашиваем наглухо. Зачем все эти художественные вариации? Ответим сразу после того, как краска просохнет. Ну а пока нам нужно украсить веранду коваными изделиями. Этим мы сейчас и займемся. Глядя на плоды творчества кузнецов, не перестаешь удивляться, как в их руках неуклюжие железо превращается в настоящее кружево. И только тысячелетний опыт, передаваемый от кузнеца к кузнецу, может объяснить появление на свет этих произведений искусства. Исторически Липецк – город металлургов. И даже на памятнике основателю города Петру Первому есть барельеф с изображением кузнецов. Именно здесь мы решили узнать о секретах работы с металлом. Да, металл является одним из самых твердых природных материалов, поэтому, чтобы его обрабатывать, требуется как специальное оборудование, так и специальные навыки. Волшебство начинается с простых стальных прутев. Для начала их нарезают до нужной длины и готовят к дальнейшим превращениям. Силу железа может победить только огонь, поэтому металл отправляется в горн, где раскаляется до нужной температуры. Превращение из черного в красный – сигнал для кузнеца. Теперь металл побежден и готов к дальнейшей обработке. Его принимает пневмомеханический молот, который первым пытается превратить обычный прут в изделие. Но и у огня, и у молота есть хозяин – кузнец. Только он знает, до какой степени расплющить металл, каким образом его выгнуть и как получить нужное произведение искусства, которое состоит из множества деталей. Для этого разрабатывается дизайн-проект в масштабе один к одному. Он является ориентиром. Согнув изделие по нужному лекалу, кузнец прикладывает его еще горячим к чертежу. В случае полного совпадения изделие можно считать готовым. Превращение отдельных деталей в готовое изделие – огромный труд множества людей. Эти изделия собирают при помощи сварки, соединяя одно с другим. Делается это очень аккуратно, чтобы сварочный шов был как можно меньше. Дальше изделие попадает в заботливые руки мастера, который шлифует его, убирая все шероховатости и неровности. Завершается волшебный процесс с покраской. Для этого используется специальная краска для металла, которая одновременно служит его защитой. Чтобы придать изделию налет времени, его патинируют, а попросту старят. Обычно металл красят в темные цвета, но наши мастера решили сделать сюрприз. Рисунок такой растительный. Хотелось, чтобы он был какой-то легкий, воздушный. Наш дизайнер считал, что на объекте это будет выглядеть интересно, поэтому мы остановились на белом цвете. На строительную площадку мы возвращаемся вместе с этими уникальными коваными изделиями. Измеряя уровнем стены и пол, создаем разметку, отверстие для креплений и с помощью арматуры и сварки устанавливаем кованые элементы. Таким образом нам нужно установить все элементы. Чтобы не повредить покрытие на полу и стенах, во время сварки закрываем все фрагменты тканью. А после окончания сварочных работ избавляемся. Выравниваем поверхность наждачной бумагой и прокрашиваем фрагменты белой краской по металлу, подобранной в цвет ковки. На очереди у нас декораторские работы. И начнет их никто иной, как Таня Грамон. Таня Грамон точно знает, как из старой банальной вещи сделать уникальный дизайнерский предмет. На этот раз она решила коромысло и ведра превратить. А вот во что, сейчас узнаем. В моих руках две эпохи. Старое, древнее коромысло и новое оцинкованное ведро. Как найти гармонию между этими двумя предметами? В этом мне помогут несколько дизайнерских приемов. Итак, я начну с коромысла. Вначале очищу его от старой краски и ржавчика. Коромысло стало гладким и чистым. Покрашу его белый цвет. А металлические крюки я покрашу специальной краской по металлу серебряного цвета. Краска на коромысле должна высохнуть, а я тем временем займусь ведром. Чтобы это оцинкованное ведро превратилось в деревянное, мне понадобится всего лишь несколько реек. Деревянных реек от старых жалюзи, которые я распилю по размеру ведра. А теперь с помощью универсального клея приклею эти рейки внахлёст к ведру. Вот, собственно, как из оцинкованного ведра сделать деревянное. Но это ещё не всё. Как вы помните, отправной точкой в оформлении объекта стал старинный изразец, который наши герои хранят, как зеницу ока. На изразце рисунок, узор, который я попробую воспроизвести и на ведре. Сделать это будет очень легко с помощью трафарета и белой краски. Чтобы выделить рисунок, проработаю его голубой краской. Элементы этого узора я перенесу и на коромысла. Ну вот и всё. Поставленные передо мной задачи выполнены. Первое. Я использовала дерево в качестве материала и сохранила бело-голубую палитру. Второе. Я соединила настоящее и прошлое. И третье. Я сделала из этого коромысла и ведер элегантное кашпо, в которое я сейчас поставлю цветы. Ветки сирени здесь смотрятся особенно нежно. Мы продолжаем декорировать веранду для будущих молодожёнов. Художник проекта приступила к росписи брёвен. На высохшие брёвна она переносит орнамент со специально созданного трафарета. Рисунок художница набивает губкой, постоянно перенося трафарет на новые фрагменты. Но это только фон. Впереди прорисовка деталей. Тончайшей кистью художница создаёт тёмно-синие подрезки и белые блики. Но не только цвет, но и свет имеет значение для этого проекта. Поэтому мы сверлим в потолке отверстия для светильников и вешаем лампу. Параллельно с этим художница приступает к тонировке брёвен. Чтобы подчеркнуть их объём, мы фрагментарно, цветным лаком, тонируем брёвна. Этот лак также послужит прекрасным защитным покрытием. Но на этом художественные эксперименты не закончены. На дверях дома и дверцах мангального комплекса художник создаёт узоры в стилистике нашего старинного изразца. Эти узоры были специально переработаны и перенесены на дверцы со старинных голландских печей. Каждый фрагмент это пейзаж, характерный для голландских изразцов. Разрабатывая этот эскиз, художница решила пойти на такой визуальный обман. Дверцы мангала, если их выстроить по порядку, становятся панорамой. Но при этом каждая из них самостоятельный художественный элемент. Работа на площадке идёт сразу по нескольким направлениям. Мы приступили к облицовке камина. Его стенки мы декорируем натуральным камнем. Кладку ведём снизу вверх, каждый элемент подбивая киянкой. Сам же короб дизайнер решила выложить искусственной кирпичной плиткой. Архитектурные артефакты стали лейтмотивом этого дизайн-проекта. Но мы решили не останавливаться на одном изразце и отправились на поиски того старинного дворца, из которого 50 лет назад исчез этот изразец. Земли лоскутик драгоценный, Кускова, милый уголок. Так писал поэт Иван Долгорукий об усадьбе графа Петра Борисовича Шереметьева, расположенной в Кусково. Более 50 лет создавался этот ландшафтно-архитектурный ансамбль. Всё делалось по указу его сиятельства и образцу царских загородных построек. Это была не просто усадьба, а летняя загородная увеселительная резиденция. Здесь разыгрывались грандиозные театральные праздники, для которых декорациями служили великолепный французский парк и зеркальная гладь прудов. Центром всего ансамбля является дворец. В непринужденной асимметрии на берегу пруда расположились церковь, колокольня и кухонный флигель. Северный фасад дворца выходит во французский регулярный парк. Его строгая геометрия оживлена беломраморной скульптурой русских и итальянских мастеров XVIII века. Торжественный зал под открытым небом завершает большая каменная оранжерея. Аллеи из формированных в виде изгородей лип ведут к маленьким парковым ансамблям. В западной части парка на берегу пруда расположился голландский дворик. Это один из самых ранних увеселительных павильонов. А в западной части все так же у воды находится небольшой итальянский домик с экзотическим гротом и группой менажерей. Усадьба графа Шереметьево в Кусково до сих пор таит очарование минувшей эпохи и служит источником вдохновения для современных дизайнеров и архитекторов. Ведь не зря же говорят все было придумано задолго до нас. Насладившись исторической атмосферой мы возвращаемся на строительную площадку. Изразец, который нашел герой программы много лет назад в этой уникальной усадьбе занимает достойнейшее место. Мы чуть дыша обрабатываем стыки из разца плиточным клеем и устанавливаем каменную столешницу. Этим мы ставим точку в создании мангального комплекса. А вот колонны еще нужно довести до ума. Предварительно мы их отшпатлевали декоративной шпатлевкой очень неожиданного белого цвета. И теперь в хаотичном порядке декорируем их искусственным и натуральным камнем. Камни также приклеиваем с помощью плиточного клея. И сверху чтобы подчеркнуть совершенство покрываемых бесцветным лаком. Тем временем дизайнер проекта совместно с художницей решили создать декоративное обрамление мангального комплекса. Здесь используются все те же белые и синие тона. А вот краска иная акриловая эмаль для радиаторов. Она термостойка и этому орнаменту в будущем ничего не грозит. Что бы наши герои не решили приготовить. не оставила дизайнер без внимания и кованые изделия. Я оживляю ковку потому что она слишком белая штампованная однообразная. И чтобы привнести голубой колер мне надо привнести еще этот объем на цветках на лепестках и чтобы она была более живой. Акриловой краской по металлу Елена колорирует элементы кованых перил синих-голубые тона. Но это не все декораторские решения. Мы устанавливаем крепления для штор. Дизайнер решила украсить веранду текстилем. Текстильное оформление в экстерьере практически не используется в средней полосе. А зря. Благодаря шторам и диванам с правильно подобранной тканью можно создать уникальный стиль своего дома. Итак, шторы висят и работы на самой веранде закончены. Впереди ландшафтное обустройство прилегающей территории. Облагородить участок мы решили при помощи газона. Это самый быстрый и эффектный способ. Но в ландшафтном дизайне одного желания мало. Без совета профессионала не обойтись. чтобы вырастить хороший рулонный газон нужен хороший субстрат или почва и соответствующая обработка. Для производства газона мы используем специальную технику. Это мощный мотодлок со специальной навеской с тонборья. Что он делает? Он прежде всего рыхлит почву до очень мелкой фракции. Затем он выбирает мелкие камни и растительные остатки. Подготовленную почву необходимо засеять семена. Это можно делать старым дедовским способом вручную, а можно с помощью специальной насадки на мотоблоке, которая позволяет равномерно засеять газон на заданную глубину. Через 2 недели после посева при регулярном поливе и подкормке появляются первые исходы. А через 30-40 дней можно уже стричь газон. Траву нужно стричь тогда, когда она превышает по высоте высоту ладони. Нужно использовать хорошо подготовленную газонокосинку с очень острыми ножами. И никогда не нужно стремиться делать очень низкий срез. Последний этап производства релемного газона это его снятие. После того, как мы подрезали дернину, мы его сворачиваем. Это можно делать двумя способами. Или релемным, почему, собственно, говоря, назывался релемный газон. Или второй способ это конвертом. Теперь этот газон нужно укладывать там, где это необходимо. Хочу дать несколько советов. Первое, обратите внимание на цвет газона. Он должен быть изумрудно-зеленый. Дернина должна быть плотная, не разваливаться в руках. И самое главное, этот газон должен быть снят в тот же день, когда вы его укладываете. Но прежде чем укладывать газон, посадим несколько можжевельников. Мы выбрали сорта, которые в кратчайшие сроки разрастутся и вкупе с этими камнями прекрасно украсят участок. Ну а теперь декорируем всю прилегающую к дому территорию красивым и мягким газоном. Справедливости ради стоит заметить, что некоторые специалисты считают рулонный газон менее устойчивым по сравнению с пассивным. Поэтому все работы по его устройству лучше проводить весной или осенью, в то время, когда почва содержит достаточное количество влаги. Ну и, конечно, после раскатки газон необходимо полить. Итак, вот теперь практически все готово к приезду хозяев. Расписные дверки заняли свои места в мангальном комплексе, впрочем, как и дрова, они создают уют и как бы зазывают приготовить что-нибудь вкусненькое. Невероятно гармонично в композицию вписалось кашпо от Тани Грамон и декоративно расписанная ковка. И довершили картину нежные цветы лобелии. Но это еще не все цветочные эксперименты на сегодня. Территорию вокруг дома дизайнер решила украсить цветущими кустарниками. Кустарники удивительные и пластичные растения. У них есть наземная зимняя часть, а когда наступает весна, они покрываются листочками и начинают радовать нас раньше всех. Это и разновидности барбариса, и лобчатка, которая может быть белая, розовая и желтая, и чебушник, или как его еще называют жасмин и экзотическое будлея, цветущая шикарными лиловыми соцветиями и необычное для наших садов растение дрог. Красивый куст, усыпанный ароматными желтыми цветами. И, конечно, спиреи. Неприхотливые и очень красивые с приятным цветочным ароматом. Среди спиреи есть всевозможные формы. Есть вот такие, как спирея дугласа, прямостоящие с колоссовидным соцветием. Есть соцветием как щиточек, вот как у спиреи японской. Есть соцветия, есть спиреи просто карликовые. Маленькие растеницы, которые годятся для ракариев, там, для цветничков и так далее. Чтобы посадить и вырастить куст спиреи, надо знать два-три нехитрых приема. Если вы взяли контейнер, вот этот двухлитровый, то вот эта вот посадочная яма должна быть раза в три в четыре больше. Почему? Вы должны заправить это растение на долгие годы питательными веществами. Берем, значит, это наше растение и располагаем так в посадочной яме, чтобы оно примерно было вот как вы посадили из горшка. Вот на таком же уровне оно должно быть засыпано. Засыпаем, плотняем и делаем вокруг приствольную такую посадочную лунку. Чтобы нам было удобно это растение полить. Поливаем обильно и много. Оно должно впитаться. В дальнейшем для того, чтобы растение не страдало от засухи, очень полезно вот эту приствольную посадочную лунку замульчировать. Мульчирование материал может быть разным. Это могут быть вот такие щепочки декоративные, могут быть специальные покрашенные декоративные щепа. Там сохраняется влага, там сохраняются питательные вещества и проникают сорняки. До приезда наших героев остались считанные минуты, а мы до сих пор не продумали вопрос мобилирования. Срочно исправляем этот недочет. В кухонной зоне устанавливаем стол и стулья, а на площадке для отдыха диваны, кресла и журнальный стол. Этим проектом мы хотели наглядно продемонстрировать смысл слов «красиво не значит дорого». С помощью фантазии и декораторских решений нам до неузнаваемости удалось изменить дачу Геннадия и Светланы. При этом мы не вкладывали в проект за облачных денежных сумм. А главное, мы смогли совместить несовместимые старинные элементы и современные технологии. И, судя по всему, эксперимент удался. Лен, поздравляю тебя с окончанием проекта. Хочу сразу сделать тебе первый комплимент, но не последний на сегодняшний день. Я погуляла по этой террасе и поняла, что ощущение, как будто она парит в воздухе. Она такая воздушная, очень легкая получилась. Спасибо большое за комплимент, но приемы достаточно одинаковые у всех дизайнеров, и материалы изобрести тоже новые невозможно. Абсолютно те же самые. И, наверное, это не мой прием и не моя находка выносить интерьер на улицу. Вот когда мы текстиль применяем, применяем белую светлую штукатурку в всех местах, где, например, она может пачкаться и не боимся этого. Вот как раз это создается после этого такое ощущение. Ну, давай тогда пойдем по порядку, ведь оттолкнулись мы от изразца. Да, маленький изразец с такой тематикой морской, который вообще нам ни о чем не говорил, но вот гамма, опять-таки, вот фаянсовое покрытие его тематика и дало нам такой толчок вот к созданию такого ландшафтного интерьерного дизайна уличного. В самом изразце, опять же, то он тоже занял достойнейшее место в центре композиции. Не прослушивши его. Точно. Ну, а теперь хотелось бы обратить внимание вот на ту зону. Расскажи, из чего складывалась эта история? Ну, там абсолютно зона отдыха, там было большое пространство и есть место, где люди принимают пищу, например, стоят мангалы, запахи, это все будет. Это вот здесь. Да, да, да. И надо было отделить, когда можно выпить чаю, бокал вина, отдельно от как раз приема пищи от мангала. Вот. И мы его вот так функционально использовали. И они будут как раз сидеть друг напротив друга для общения очень удобно. Вот по поводу текстиля хотелось бы отдельно поговорить, потому что он создал всю эту композицию за счет вот этих вот воздушных абсолютно. Да, да. И занавесок, и белоглубых тонов на диванах. Текстиль был необычный. У него внешний вид как будто это лен. На самом деле это искусственная ткань, при этом он очень воздушный. На какой-то даже, может быть, бязь похож или батист. И монтировали мы его на специальные крючки с завязками. Если просто его необходимо снять и какой-то косой быстрый ветер или дождь, то есть очень легко снимается. И мы его можем убирать и на зиму, и стирать, и менять все что угодно. Да, но при этом дом был достаточно грубый. То есть вот темные бревна, моренные, поэтому хотелось придать какую-то элегантность. И легкость опять же. Да, да. Поэтому появился этот текстиль. Но легкости придала еще и ковка. Ковка, да. Она очень необычная, тоже изящная. И она белого цвета, необычного, не черного, как мы ее привыкли видеть. И опять-таки, это не штампованный рисунок, избитый. Это видно. А под заказ, да, относительно наших размеров и пожеланий, вот мы ее специально ковали. Надо сказать, что мы облагородили не только обе площадки, но и территорию вокруг них. У нас появилась брусчатка, газон, много теперь цветов, какой-то зелени свежепосаживания. Но мы не хотели как бы усложнять ни альпийских горок, ни сложных цветовых композиций, мы решили, что нам не нужно. Поэтому здесь просто рулонный газон, который потрясающе раскатывается, как ковролин. И на следующий день уже можно по нему ходить, и там загорать, и лежать. И можжевельник высадили, который будет один тянуться вверх, а другой будет распластываться, потому что у нас, да, существует там небольшой угол, композиционно мне это не нравилось. И висящий, конечно, с голубым таким отливом цветочком. Очень красивый. Но опять же, они повторяют всю нашу цветовую гамму. Понятно, что Светлане и Геннадию эта история понравится, но все-таки нужно думать еще было о молодоженах. Как думаешь, придется ли по духу молодой семье вот такой интерьер, точнее уже экстерьер? Ну вот такой какой-то светский налет я хотела привнести, вот поэтому я думаю, да. Будем на это рассчитывать, и я думаю, что в ближайшие минуты мы найдем подтверждение нашим Надеждам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Как вас много! Какие вы все нарядные, красивые! У всех хорошее настроение! Как вы прекрасно выглядите! Спасибо! Ну что же, я рада снова встретиться с вами. Здравствуйте! Здравствуйте! И рада познакомиться. Я так понимаю, что вот, собственно, Рома, правильно? И невеста. Для того, чтобы продолжить наш с вами диалог, предлагаю прогуляться. Даша, я вам... Пойдемте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот, сыночка! Не может быть! Ну, я не ожидал, честно говоря. Ну, основную работу-то сделали до нас вы. Я имею в виду, что домик уже был. Даша, у нас были только стены. Дашенька, ну, разве это был домик? У вас был изразец, Геннадий. Вы помните? А здесь был мусор, помнишь? Да, у Даши. А здесь был бруды, бруды, мусор. Знаете, прежде чем мы туда поближе уже подойдем, мне еще как-то неловко, то, что мы не познакомились с вашими гостями. Да, Дашенька, да. Это моя сестра, Лена. Да, это Леночка. А это ее дочка Ириша. Очень приятно. А это друзья. Это Димон. Степка. Очень приятно со всеми познакомиться. И теперь я хочу и гостей ваших, и, конечно, прежде всего, вас, хозяев пригласить поближе на наш объект. Даша, я волнуюсь, Даша. Я тоже волнуюсь. У вас впечатление, как будто не к себе домой. Боже мой, боже мой. Живая трава, да? Конечно, можно. Это не искусственно? Можно полежать, нет, она настоящая. Боже мой, обалдеть. Ну, проходите, проходите. Боже, у нас был только один. Это у нас мангальчик. Впрочем, это ваш старый мангал, который немножко обновился и занял вот такую вот позицию теперь. Но самое главное, это тот из розет из вашего детства, Геннадий. Он, конечно, нашел свое место. Спасибо. Удивительно. Ну, теперь шашлыки будем жарить. Боже мой. А как же? Ну, ты теперь будешь командовать. Такие же, как на изразце, где все такие штучки сделаны. Это ручная работа. Надо сказать, что вот здесь эти дверцы тоже расписаны вручную. Естественно, повторяют мотивы изразца. Здесь на двери на входной тоже появилась вот такая история, такая картинка. Видишь, смотри. Удивительно, конечно. Папина находка воплощена. Как все то. Слушай, а эта вот решетка, это металлическая, да? Это настоящая, конечно же, ковка, специально выполненная под этот проект, расписанная, опять же, вручную, вот такими же оттенками, как и на изразце. И все в том, все в одном тоне. Ром, на самом деле, родители ваши рассказывали о том, какая у вас предстоит интересная жизнь в ближайшее время. Вам предстоит не только пожениться, но и переехать сюда. И поэтому, помимо улыбки, что-то и услышать от вас с невестой. Да, ты не рад. Нету слов просто. Ну, и мне не верится, на самом деле. Да. На самом деле, не верится. Что вам предстоит здесь жить, не верится? Нет, что это все как бы нам. Пойдемте дальше. Ой, Даша, как изменились наши столбы. Да, я тоже считаю, что их просто не узнать. Раз уж я хозяин, добро пожаловать. Да, друзья, проходите, проходите. Роскошно, это вот прям какая-то нежность. Кстати, вас не пугается, что вот эта часть стены, она раскрашена в синий цвет? Да, вот. Нет, не пугает. Я это обожаю. Согласна. Тряпочки, шторочки. Точно, это моя. Это наша женская тема, да? Вот это потрясающе. Вот это как раз мне очень нравится. Очень нравится. Вот как раз это петровские вот эти времена, вот именно этот синий стиль, вот это прекрасно. Я рада, что вы заметили, конечно, что эта тема, и этот цвет перекликается с изразцом, который вы нашли. Да, да, да. В общем, Геннадий, история из вашего детства послужила вдохновением для всей этой площадки. Боже, какой мастливый дизайн. А вот красота моя. Ну что, разрисовка такая. Светлана, как вы относитесь к тому, чтобы попробовать наконец-то мягкую мебель? С удовольствием. Хотел сказать, на вкус, конечно. Хозяин, приглашаю. Ну, ребята, к столу, как говорится. Прежде чем молодая семья и родители уже будут здесь осваиваться, я бы хотела преподнести вам еще один сюрприз от нашей программы. Компания Аквафор дарит вам этот фильтр для очистки воды Аквафор Кристалл с уникальными волокнами Аквален, которые превосходно очищают воду от вредных примесей. Так что теперь в вашем доме всегда будет чистая вода. Здорово. Спасибо вам большое. Можно его попробовать? Конечно, можно. О-ка. В принципе, легко, да. Достаточно легко, да, просто. Да, теперь у нас будет постоянно чистая вода. Да, да, да. Да, спасибо большое. Спасибо. Сегодня вам предстоит первый романтический ужин. Я вам желаю провести его максимально романтично, но сначала хотелось бы узнать, какие у вас впечатления от того, что вы увидели Рома? Ну, если честно, у меня даже слов нет. Большое, огромнейшее вам спасибо. Особенно вот хочу подчеркнуть, что вы разделили вот эти, да, на вот эти две зоны. Да, вот там кухня, да, то есть мангал, а здесь зона отдыха. Особенно вот эти диванчики, да, они просто потрясающие. И я даже не хочется вставать. Не знаю, такой тонкий вкус дизайна, это потрясающе просто. Я здесь готов жить, не уходя никуда. Спасибо, это действительно большой подарок. Я чувствую, дорогие родители, что Рома не городской человек себе. Я хочу сказать еще раз большое спасибо, большое спасибо дизайнеру, который все это придумал. Настолько интеллигентно, деликатно, тактично. Я в восторге на самом деле. И вы знаете, уже как бы хочется даже и нам здесь подчеркнуть. Я очень хотела услышать от вас именно эти слова. Спасибо вам большое. И я надеюсь, что действительно, поскольку семья теперь у вас будет расти только, то этот дом и эта терраса, они будут наполняться постоянно веселым смехом, эмоциями положительными. И думаю, что гостей будет с каждым днем все больше и больше. Хотя вам сегодня уже повезло, что к вам приехала большая компания, и я вас в этой компании, собственно, не оставляю. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, огромное. Большое спасибо. Сегодня нам удалось не только осуществить мечту наших героев и сделать свадебный подарок, но и превратить семью урбанистов настоящих дачников. Если у вас есть желание изменить свою дачную жизнь, пишите нам dacha.ntv.ru У нас всегда есть дачный ответ. Для кого-то мечты о красивой дачной жизни остаются мечтами, а для зрителей нашей программы они становятся реальностью. Каждую неделю лучшие дизайнеры страны ломают голову и придумывают новые, интересные проекты. Прованс, хай-тек, классика, модерн, ландшафтный дизайн. В каких только направлениях мы не экспериментировали. Но совмещать архитектурные артефакты с современным дизайном мы еще не пробовали. Нужно срочно заполнить этот пробел. В дачной жизни, как и во всем остальном, есть два варианта развития событий. Можно идти на поводу обстоятельств, но лучше изменить их под себя. Герои сегодняшней программы решили поступить именно так и попросили дачный ответ сдвинуть их в дачную жизнь с мертвой точки. Здравствуйте! Здравствуйте! Дашенька, вы нас извините, вы нас видите? Ничего, ничего. Поможете? Ой-ой-ой, пошли. Наконец-то мы с вами встретились. Очень приятно познакомиться. С вами Геннадий и Светлана, правильно? Да, очень приятно. Ну что, пойдемте? Да, давайте сразу пройдем, я вам все покажу. Отлично. Можно? Аккуратно. Спасибо. Этот участок наши герои приобрели 10 лет назад. Тогда, сразу после кризиса, земля ничего не стоила, так что покупали на будущее. Но, как видите, за эти годы руки до обустройства дачи у Светы и Гены так и не дошли. Единственное, что сделали, поставили вот этот небольшой деревянный дом. Вы знаете, Гена и Светлана, я вот часто наших героев спрашиваю, а что бы вы хотели сделать? Ну, здесь даже такого вопроса не возникает, потому что, когда видишь все эти горы, мусора, земли, песка рядом с таким прекрасным домом, сразу становится все понятно. Даш, ну, честно говоря, вот руки не доходят. Да? Я понимаю. Мы живем в городе. А вы вообще городские, да? Конечно, абсолютно урбанисты. А для чего вам этот дом в таком случае? Ну, есть тут одна мысль. Да, да, да. Дети растут. Да, ребенок уже как бы вырос. Да, нас... Сколько лет? Ну, 22. У вас сын, да? Да, да, да. Ромочке 22, собрался жениться. Ага, ну и как-то надо его отселить от себя. А вот сын Роман и его невеста Анна, как ни странно, оказались более дачными людьми, чем родители. Поэтому семейство Тихонинах и обратилось к нам в программу. Они хотят преподнести будущим молодоженам очень необычный сюрприз. Вы что хотите, чтобы мы уничтожили всю эту грязь или что-то побольше сделать? Нет, я думаю, мы вам предоставим более такой элитную работу, что ли. Ну, как-то это оформить, довести до конца именно здание. Да, да, да. А вот приусадебный участок, ну, я не знаю, это уже на вашем состоянии. Ну, тоже, да, желательно, конечно. Мы из себя возьмем. А по поводу мусора, я думаю, как бы мы решим вопрос. То есть сначала нужно привести в порядок фасад этого здания, а потом каким-то образом что-то здесь соорудить. Правильно я понимаю? Муж, знаете, у нас возникла идея такая. У тебя. Да, да, ну, после меня, значит. Где-то 45 лет тому назад, играя в шеремейском борце, он нашел изразец. Ну, такой в стиле петровских времен, там кораблик такой голубенький. Ну, и у нас какая-то там мысль на этот счет там, ну, что-то такое в этом стиле, что-то хотелось бы сделать. Как должно это все выглядеть? Что здесь будет происходить? Расскажите. Ну, как бы мы хотели, чтобы там был очаг, был бы. Давайте пройдем туда. Там очаг, шашлыки. Да, да, да. Ну, здесь можно шашлыки там, пищу приготовить и так далее, да. Здесь некая обеденная зона. Здесь будет стол, там, скульчат. Вы все сами знаете. Я вас слышу. Ну, я хочу, я хочу. Да, я понимаю. Ну, конечно. А я хочу, здесь диван, диван. Диван, чтобы можно завалиться там. Диван начали семейные сборы. Хорошо, тогда будешь бегать, переносить мишу туда. Дашенька, вы извините, да, вот Светлана тут напланировала всего, на самом деле приедет сырь, Рома, и может тут как-то что-то перекроить. Это несложно догадаться, потому что это другое поколение, во-первых, да. Да, другое. Вообще, что ему нравится? Что ему нравится? Что ему нравится? Свобода, нравится компания друзей. Ну, естественно. Да, естественно. Да, загромождение он не любит. Не любит сейчас. Другие предметы, которые не мешают. Именно функциональные какие-то вещи. Но есть такая слабость, я вам скажу откровенно, потому что он вырос, бабушка вокруг, опека, родители. Тогда, да. Любит уют. Вот чтобы было уютно. Тепло, уют. Да, вот чтобы эта атмосфера не была казенщиной, как так сказать. Ну, я понимаю, конечно. Чтобы это было вот как дома. То есть в 22 года стиль уже сформировался у Романа? Ну, он со вкусом, молодой человек, да. Очень будет интересно с ним познакомиться. Надеюсь, что вы меня представите. В таком случае мы будем, так можно сказать, плясать от изразца, который вы нашли. Ну, и, собственно говоря, чтобы это все было комфортно и красиво. Тем более, что есть от чего оттолкнуться. Очень красивый дом. Лаконичный, скромный, но в то же время со вкусом. Прежде чем приступить к работе, оценим исходные данные. Пока что это место сбора мусора назвать дачным участком язык не поворачивается. Строительный мусор и хлам лежит здесь не первый год. Да и сам дом, а точнее веранда, при ближайшем рассмотрении оказалась далеко не в идеальном состоянии. Кирпичная кладка во время строительства была не обработана должным образом, и, как видите, колонны и стены уже начали разрушаться. Так что в процессе работ нам предстоит исправить строительные ошибки, создать интерьер веранды и довести до ума прилегающую территорию. Этот масштабный и интересный проект мы попросили воплотить дизайнера Елену Попову. Елена по образованию художник-декоратор. Закончила Московский государственный университет сервиса по специальности дизайнер интерьера. С 2000 года занимается частной практикой в области дизайна. Лена уверена, интерьер должен быть не только стильным и комфортным, но и передавать образ жизни людей, обитающих в нем. Лен, нам в этот раз очень повезло, потому что у хозяйки, у Светланы прекрасный вкус, и, как видишь, мы с тобой сидим на ступеньках веранды, которая уже сформирована, и сам дом по себе, мне кажется, очень удачно выполнен. Ну да, у него очень много функциональной задачи, то ли патио, то ли дом летний, то ли мангальное какое-то место, и самая интересная конструкция. В общем, можно лепить все, что угодно дальше. Поэтому начнем лепить прямо сейчас, и первый шаг – это вот этот изразец, который дала мне Светлана. Дело в том, что ее муж Геннадий, он когда-то еще ребенком нашел вот такой изразец еще петровских времен. Что-то голландское, наверное, да? Ну, похоже, да, мне кажется, да. Держи. И, собственно говоря, вот этот изразец они мечтают использовать в этом объекте как отправная точка этой истории. Может быть. Интерьер, экстерьер очень часто диктуют какие-то детали. Но мы в такой авторский даже какой-то объект можем превратить, и у нас есть интересное такое решение и место для мангала. То есть мы будем выстраивать мангал, и как раз нам нужно изразцы, плитка, и камень, и мы его туда прекрасно впишем. Отлично. Это будет центральное место, и ему достойное место как раз найдется. Но я тебе забыла самое главное рассказать. Дело в том, что Светлана и Геннадий, они настоящие урбанисты, и не собираются переезжать за город из московской квартиры, а этот дом они планируют подарить своему сыну Роману, тем более, что у него планируется свадьба в ближайшем будущем. И, наверное, может быть, даже и свадьбы здесь будут гулять. Здесь очень много места, да, 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 и можно такой поприз сделать. Здесь будет такое сплетение материалов интересный, будет более такой утонченный момент вот этого дерева, мы его облагородим, потому что достаточно печально. А кирпичи вот с твоей спиной тоже достаточно грубовые. Да, да, они такие банальные, обычные кирпичи, поэтому мы из них сделаем благородные, они будут современные, достаточно модные, колонны, будут элемент ковки, но не такой типичный, как мы привыкли его видеть. И освещение будет на этой веронде. Здесь уже сама постройка дома нам диктует всевозможные зоны, поэтому здесь будет зона для отдыха, обеденная зона с мангалом, со столами, как раз очень интересная. И не хватает зелени, но так как это молодая семья, поэтому не хочется делать каких-то сложных, интересных клумб и деревьев, поэтому здесь просто будет очень красивая зеленая трава. Здорово, я уже живо представляю эту ситуацию. А есть уже какие-то декораторские идеи? Как всегда, как всегда много, да. У нас будет и дерево будем расписывать, и штукатурку старить, и ковка будет очень интересно краситься, и нетипично. Интересно, как нам поможет в этой истории Таня Грамон. Давай у нее спросим. Да, 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 очень надо. Расскажем ей про проект. Таня, у нас очень интересный проект, и за основу. У меня для вас есть несколько подарков. Компания Аквафор дарит вам этот фильтр для очистки воды. Аквафор Кристалл с уникальными волокнами Аквален, которые превосходно очищают воду от вредных примесей. Так что теперь у вас в доме будет всегда чистая вода. Это все у меня. Да. Спасибо большое. Немецкая фирма Томас дарит вам этот моющий пылесос Томас Твин Т2 с аквафильтром. Так что теперь воздух в вашем доме будет чистым и свежим. Ведь Томас моет дом, и воздух в нем. Спасибо огромное. Теперь с этим потрясающим пылесосом фирмы Томас здесь будет такой свежий воздух, что Альпы отдыхают просто. Спасибо вам огромное. Мне хочется пожелать вам, чтобы все-таки хватало времени на любимую дачу, тем более, что на ней уже действительно есть все, что необходимо человеку для счастья. И цветы красивые, да, и подарки наши, и дом такой, и даже вот этот вот аттракцион с прозрачным полным потолком. Я вам желаю, в общем-то, наслаждаться этой жизнью дачной в полной мере и дальше. И побольше. Спасибо, Даша. Мне было очень приятно, что сегодня вы были с нами. Спасибо. Спасибо. Мы возвращаемся на строительную площадку. Короб из 10-сантиметровых пеноблоков практически готов. Он послужит своеобразным каркасом для мангала. Выравниваем поверхность кладки и устанавливаем старый хозяйский мангал. Это совершенно обыкновенная конструкция, продающаяся в любом магазине. Именно из нее дизайнер проекта решила сделать уникальный мангальный комплекс. Но что-то мы отвлеклись от темы проекта, старинного израстца. Чтобы выдержать веранду в его стилистике, мы решили выкрасить одну из стен в сине-белые тона. Для этого используем специальную силикатную краску двух оттенков – голубого и белого. Силикатная краска обладает хорошей адгезией к бетонным, деревянным и цементным основаниям. Она более стойкая, чем акриловая, и поэтому лучше подходит для окраски фасадов зданий. К тому же силикатная краска – одна из самых дешевых на современном рынке лакокрасочных материалов. Стену мы не просто красим, а тонируем дерево полусухой кистью на продир. Такая техника дает более насыщенный, глубокий цвет и эффект старины. А вот двери мы закрашиваем наглухо. Зачем все эти художественные вариации? Ответим сразу после того, как краска просохнет. Ну а пока нам нужно украсить веранду коваными изделиями. Этим мы сейчас и займемся. Глядя на плоды творчества кузнецов, не перестаешь удивляться, как в их руках неуклюжие железо превращается в настоящее кружево. И только тысячелетний опыт, передаваемый от кузнеца к кузнецу, может объяснить появление на свет этих произведений искусства. Исторически Липецк – город металлургов. И даже на памятнике основателю города Петру Первому есть барельеф с изображением кузнецов. Именно здесь мы решили узнать о секретах работы с металлом. Металл является одним из самых твердых природных материалов, поэтому, чтобы его обрабатывать, требуется как специальное оборудование, так и специальные навыки. Волшебство начинается с простых стальных прутев. Для начала их нарезают до нужной длины и готовят к дальнейшим превращениям. Силу железа может победить только огонь, поэтому металл отправляется в горн, где раскаляется до нужной температуры. Превращение из черного в красный – сигнал для кузнеца. Теперь металл побежден и готов к дальнейшей обработке. Его принимает пневмомеханический молот, который первым пытается превратить обычный прут в изделие. Но и у огня, и у молота есть хозяин – кузнец. Только он знает, до какой степени расплющить металл, каким образом его выгнуть и как получить нужное произведение искусства, которое состоит из множества деталей. Для этого разрабатывается дизайн-проект в масштабе один к одному. Он является ориентиром. Согнув изделие по нужному лекалу, кузнец прикладывает его еще горячим к чертежу. В случае полного совпадения изделие можно считать готовым. Превращение отдельных деталей в готовое изделие – огромный труд множества людей. Эти изделия собирают при помощи сварки, соединяя одно с другим. Делается это очень аккуратно, чтобы сварочный шов был как можно меньше. Дальше изделие попадает в заботливые руки мастера, который шлифует его, убирая все шероховатости и неровности. Завершается волшебный процесс с покраской. Для этого используется специальная краска для металла, которая одновременно служит его защитой. Чтобы придать изделию налет времени, его патинируют, а попросту старят. Обычно металл красят в темные цвета, но наши мастера решили сделать сюрприз. Рисунок такой растительный, хотелось, чтобы он был какой-то легкий, воздушный. Наш дизайнер считал, что на веке будет выглядеть интересно, поэтому мы остановились на белом цвете. На строительную площадку мы возвращаемся вместе с этими уникальными коваными изделиями. Измеряя уровнем стены и пол, создаем разметку, отверстие для креплений и с помощью арматуры и сварки устанавливаем кованые элементы. Таким образом нам нужно установить все элементы. Чтобы не повредить покрытие на полу и стенах, во время сварки закрываем все фрагменты тканью, а после окончания сварочных работ избавляемся. Выравниваем поверхность наждачной бумагой и прокрашиваем фрагменты белой краской по металлу, подобранной в цвет ковки. На очереди у нас декораторские работы. И начнет их никто иной, как Таня Грамон. Таня Грамон точно знает, как из старой банальной вещи сделать уникальный дизайнерский предмет. На этот раз она решила коромысло и ведра превратить. А вот во что сейчас узнаем. В моих руках две эпохи. Старое, древнее коромысло и новое оцинкованное ведро. Как найти гармонию между этими двумя предметами? В этом мне помогут несколько дизайнерских приемов. Итак, я начну с коромысла. Вначале очищу его от старой краски и ржавчика. Коромысло стало гладким и чистым. Покрашу его белый цвет. А металлические крюки я покрашу специальной краской по металлу серебряного цвета. Краска на коромыслии должна высохнуть, а я тем временем займусь ведром. Чтобы это оцинкованное ведро превратилось в деревянное, мне понадобится всего лишь несколько реек. Деревянных реек от старых жалюзи, которые я распилю по размеру ведра. А теперь с помощью универсального клея приклею эти рейки внахлёст к ведру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, собственно, как из оцинкованного ведра сделать деревянное. Но это ещё не всё. Как вы помните, отправной точкой в оформлении объекта стал старинный изразец, который наши герои хранят как зеницу ока. На изразце рисунок, узор, который я попробую воспроизвести и на ведре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделать это будет очень легко с помощью трафарета и белой краски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы выделить рисунок, проработаю его голубой краской. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Элементы этого узора я перенесу и на коромысло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот и всё. Поставленные передо мной задачи выполнены. Первое. Я использовала дерево в качестве материала и сохранила бело-голубую палитру. Второе. Я соединила настоящее и прошлое. И декоративно расписанная ковка. И довершили картину нежные цветы, лобелии. Но это ещё не все цветочные эксперименты на сегодня. Территорию вокруг дома дизайнер решила украсить цветущими кустарниками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кустарники удивительные и пластичные растения. У них есть наземная зимняя часть. А когда наступает весна, они покрываются листочками и начинают радовать нас раньше всех. Это и разновидности барбариса, и лобчатка, которая может быть белая, розовая и жёлтая, и чебушник, или, как его ещё называют, жасмин, и экзотическое будлея, цветущее шикарными лиловыми соцветиями, и необычное для наших садов растение дрог. Красивый куст, усыпанный ароматными жёлтыми цветами. И, конечно, спиреи. Неприхотливые и очень красивые, с приятным цветочным ароматом. Среди спиреи есть всевозможные формы. Есть вот такие, как спирея дугласа, прямостоящие, с колоссовидным соцветием. Есть соцветием, как щиточек, вот как у спирея японской. Есть соцветия, есть спиреи просто карликовые. Маленькие растенницы, которые годятся для ракариев, там, для цветничков и так далее. Чтобы посадить и вырастить куст спиреи, надо знать два-три нехитрых приёма. Если вы взяли контейнер, вот этот двухлитровый, то вот эта вот посадочная яма должна быть раза в три-четыре больше. Почему? Вы должны заправить это растение на долгие годы питательными веществами. Берём, значит, наше растение и располагаем так в посадочной яме, чтобы оно примерно было вот как вы посадили из горшка. Вот на таком же уровне оно должно быть засыпано. Засыпаем, плотняем и делаем вокруг приствольную такую посадочную лунку. Чтобы нам было удобно это растение полить. Поливаем обильно и много. Оно должно впитаться. В дальнейшем, для того, чтобы растение не страдало от засухи, очень полезно вот эту приствольную посадочную лунку замульчировать. Мульчирование материал может быть разным. Это могут быть вот такие щепочки декоративные. Могут быть специальные покрашенные декоративные щепа. Там сохраняется влага, там сохраняются питательные вещества и проникают в сырники. До приезда наших героев остались считанные минуты, а мы до сих пор не продумали вопрос мобилирования. Срочно исправляем этот недочет. В кухонной зоне устанавливаем стол и стулья, а на площадке для отдыха диваны, кресла и журнальный стол. Этим проектом мы хотели наглядно продемонстрировать смысл слов «красиво не значит дорого». С помощью фантазий и декораторских решений нам до неузнаваемости удалось изменить дачу Геннадия и Светланы. При этом мы не вкладывали в проект заоблачных денежных сумм. А главное, мы смогли совместить несовместимое – старинные элементы и современные технологии. И, судя по всему, эксперимент удался. Лен, поздравляю тебя с окончанием проекта. Хочу сразу сделать тебе первый комплимент, но не последний на сегодняшний день. Я погуляла по этой террасе и поняла, что ощущение, как будто она парит в воздухе. Она такая воздушная, очень легкая получилась. Спасибо большое за комплимент. Но приемы достаточно одинаковые у всех дизайнеров. И материалы изобрести тоже новые невозможно. Абсолютно те же самые. И, наверное, это не мой прием и не моя находка – выносить интерьер на улицу. Вот когда мы текстиль применяем, применяем белую светлую штукатурку в всех местах, где, например, она может пачкаться, и не боимся этого. Вот как раз это создается после этого такое ощущение. Ну, давай тогда пойдем по порядку, ведь оттолкнулись мы от изразца. Да, маленький изразец с такой тематикой морской, который вообще нам ни о чем не говорил. Но вот гамма, опять-таки, вот фаянсовое покрытие его, тематика и дало нам такой толчок вот к созданию такого ландшафтного интерьерного дизайна уличного. А если говорить о самом изразце, опять же, то он тоже занял достойнейшее место в центре композиции. Непросту еще. Точно. Ну, а теперь хотелось бы обратить внимание вот на ту зону. Расскажи, из чего складывалась эта история? Ну, там абсолютно зона отдыха, там было большое пространство. И есть место, где люди принимают пищу, например, стоят мангалы, запахи. Это все будет. Да, да, да. И надо было отделить, когда можно выпить чаю, бокал вина отдельно от как раз приема пищи, от мангала. Вот. И мы его вот так функционально использовали. И они будут как раз сидеть друг напротив друга для общения очень удобно. Вот по поводу текстиля хотелось бы отдельно поговорить, потому что он создал всю эту композицию за счет вот этих вот воздушных абсолютно. И занавесок, и белоглубых тонов на диванах. Текстиль был необычный. У него внешний вид как будто это лен. На самом деле это искусственная ткань, при этом он очень воздушный. На какой-то даже может быть бязь похож, или батист. И монтировали мы его на специальные крючки с завязками. Если просто его необходимо снять, и какой-то косой быстрый ветер или дождь, то есть очень легко снимается. И мы его можем убирать и на зиму, и стирать, и менять все что угодно. Да, но при этом дом был достаточно грубый. То есть вот темные бревна, моренные. Поэтому хотелось придать какую-то элегантность. И легкость опять же. Да, поэтому появился этот текстиль. Но легкости придала еще и ковка. Ковка, да. Она очень необычная, тоже изящная. И она белого цвета, необычного, не черный, как мы ее привыкли. Ведь опять-таки это не штампованный рисунок и взбитый. Это видно. Относительно наших размеров и пожеланий мы ее специально ковали. Надо сказать, что мы облагородили не только обе площадки, но и территорию вокруг них. У нас появилась брусчатка, газон, много теперь цветов, какой-то зелени свежепосаживания. Да, но мы не хотели как бы усложнять ни альпийских горок, ни сложных цветовых композиций. Мы решили, что нам не нужно. Поэтому здесь просто рулонный газон, который потрясающе раскатывается, как ковролин. И на следующий день уже можно по нему ходить и загорать, и лежать. И можжевельник высадили, который будет один тянуться вверх, а другой будет распластываться. Потому что у нас существует там небольшой угол композиционно, мне это не нравилось. И висящий, конечно, с голубым таким отливом цветочек. Очень красиво. Но опять же они повторяют всю нашу цветовую гамму. Понятно, что Светлане и Геннадию эта история понравится. Но все-таки нужно думать еще было о молодоженах. Как думаешь, придется ли по духу молодой семье вот такой интерьер? Точнее уже экстерьер. Вот такой какой-то светский налет я хотела привнести. Вот поэтому я думаю, да. Будем на это рассчитывать. И я думаю, что в ближайшие минуты мы найдем подтверждение нашему надежду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Как вас много! Какие вы все нарядные, красивые! У всех хорошее настроение! Как вы прекрасно выглядите! Спасибо! Ну что же, я рада снова встретиться с вами. Здравствуйте! Здравствуйте! И рада познакомиться. Я так понимаю, что вот, собственно, Рома, правильно? И невеста. Для того, чтобы продолжить наш с вами диалог, предлагаю прогуляться. Даша, я вам... Пойдемте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так, молодцыночка! Не может быть! Все, не может быть! Ну, я не ожидал, честно говоря. Ну, основную работу-то сделали до нас вы. Я имею в виду, что домик уже был. Даша, у нас были только стены. Дашенька, ну, разве это был домик? Вот теперь этот дом. У вас был изразец, Геннадий, вы помните? А здесь был мусор, помнишь? Да, Даша, а здесь было много. Друды, мусор. Знаете, прежде чем мы туда поближе уже подойдем, мне еще как-то неловко то, что мы не познакомились с вашими гостями. Да, Дашенька, да. Это моя сестра. Лена, да, это Леночка. А это ее дочка Ириша. Очень приятно. А это друзья. Это Димон, Степка. Очень приятно со всеми познакомиться. И теперь я хочу и гостей ваших, и, конечно, прежде всего вас, хозяев, пригласить поближе на наш объект. Даша, я волнуюсь, Даша. Я тоже волнуюсь. У меня такое впечатление, как будто не к себе домой. Боже мой! Боже мой! Живая трава, да? Это уже... Конечно, можно. Это не искусственно? Можно полежать, нет, она на стоять. Боже мой! Обалдеть! Ну, проходите, проходите. Боже, у нас был только... Это у нас мангальчик. Впрочем, это ваш старый мангал, который немножко обновился и занял вот такую вот позицию теперь. Но самое главное, тот из розет из вашего детства, Геннадий. Он, конечно, нашел свое. И третье. Я сделала из этого коромысла и ведер элегантное кашпо, в которое сейчас поставлю цветы. Ветки сирени здесь смотрятся особенно нежно. Мы продолжаем декорировать веранду для будущих молодоженов. Художник проекта приступила к росписи бревен. На высохшие бревна она переносит орнамент со специально созданного трафарета. Рисунок художница набивает губкой, постоянно переносят трафарет на новые фрагменты. Но это только фон. Впереди прорисовка деталей. Тончайшей кистью художница создает темно-синие подрезки и белые блики. Но не только цвет, но и свет имеет значение для этого проекта. Поэтому мы сверлим в потолке отверстия для светильников и вешаем лампу. Параллельно с этим художница приступает к тонировке бревен. Чтобы подчеркнуть их объем, мы фрагментарно цветным лаком тонируем бревна. Этот лак также послужит прекрасным защитным покрытием. Но на этом художественные эксперименты не закончены. На дверях дома и дверцах мангального комплекса художник создает узоры в стилистике нашего старинного изразца. Эти узоры были специально переработаны и перенесены на дверцы со старинных голландских печей. Каждый фрагмент – это пейзаж, характерный для голландских изразцов. Разрабатывая этот эскиз, художница решила пойти на такой визуальный обман. Дверцы мангала, если их выстроить по порядку, становятся панорамой. Но при этом каждая из них – самостоятельный художественный элемент. Работа на площадке идет сразу по нескольким направлениям. Мы приступили к облицовке камина. Его стенки мы декорируем натуральным камнем. Кладку ведем снизу вверх, каждый элемент подбивая киянкой. Сам же короб дизайнер решил выложить искусственной кирпичной плиткой. Архитектурные артефакты стали лейтмотивом этого дизайн-проекта. Но мы решили не останавливаться на одном изразце и отправились на поиски того старинного дворца, из которого 50 лет назад исчез этот изразец. «Земли лоскутик драгоценный, Кускова, милый уголок» – так писал поэт Иван Долгорукий об усадьбе графа Петра Борисовича Шереметьева, расположенной в Кусково. Более 50 лет создавался этот ландшафтно-архитектурный ансамбль. Все делалось по указу его сиятельства и образцу царских загородных построек. Это была не просто усадьба, а летняя загородная увеселительная резиденция. Здесь разыгрывались грандиозные театральные праздники, для которых декорациями служили великолепный французский парк и зеркальная гладь прудов. Центром всего ансамбля является дворец. В непринужденной асимметрии на берегу пруда расположились церковь, колокольня и кухонный флигель. Северный фасад дворца выходит во французский регулярный парк. Его строгая геометрия оживлена беломраморной скульптурой русских и итальянских мастеров 18 века. Торжественный зал под открытым небом завершает большая каменная оранжерея. Аллеи из сформированных в виде изгородей лип ведут к маленьким парковым ансамблям. В западной части парка на берегу пруда расположился голландский дворик. Это один из самых ранних увеселительных павильонов. А в западной части все так же у воды находится небольшой итальянский домик с экзотическим гротом и группой Менажерихи. Усадьба графа Шереметьево в Кусково до сих пор таит очарование минувшей эпохи и служит источником вдохновения для современных дизайнеров и архитекторов. Ведь не зря же говорят, все было придумано. Задолго до нас. Насладившись исторической атмосферой, мы возвращаемся на строительную площадку. Изразец, который нашел герой программы много лет назад в этой уникальной усадьбе, занимает достойнейшее место. Мы чуть дыша обрабатываем стыки из разца плиточным клеем и устанавливаем каменную столешницу. Этим мы ставим точку в создании мангального комплекса. А вот колонны еще нужно довести до ума. Предварительно мы их отшпатлевали декоративной шпатлевкой очень неожиданного белого цвета. И теперь в хаотичном порядке декорируем их искусственным и натуральным камнем. Камни также приклеиваем с помощью плиточного клея. И сверху, чтобы подчеркнуть совершенство, покрываем их бесцветным лаком. Тем временем дизайнер проекта совместно с художницей решили создать декоративное обрамление мангального комплекса. Здесь используются все те же белые и синие тона. А вот краска иная – акриловая эмаль для радиаторов. Она термостойка, и этому орнаменту в будущем ничего не грозит, что бы наши герои не решили приготовить. Не оставила дизайнер без внимания и кованые изделия. Я оживляю ковку, потому что она слишком белая, штампованная, однообразная. И чтобы привнести голубой колер, мне надо привнести еще этот объем на цветках, на лепестках, чтобы она была более живой. Акриловой краской по металлу Елена колорирует элементы кованых перил – синих-голубые тона. Но это не все декораторские решения. Мы устанавливаем крепления для штор. Дизайнер решил украсить веранду текстилем. Текстильное оформление в экстерьере практически не используется в средней полосе. А зря. Благодаря шторам и диванам с правильно подобранной тканью, можно создать уникальный стиль своего дома. Итак, шторы висят, и работы на самой веранде закончены. Впереди ландшафтное обустройство прилегающей территории. Облагородить участок мы решили при помощи газона. Это самый быстрый и эффектный способ. Но в ландшафтном дизайне одного желания мало. Без совета профессионала не обойтись. Чтобы вырастить хороший рулонный газон, нужен хороший субстрат или почва и соответствующая обработка. Для производства газона мы используем специальную технику. Это мощный мотоблок со специальной навеской, стоим в борьбе. Что он делает? Он прежде всего рыхлит почву до очень мелкой фракции. Затем он выбирает мелкие камни и растительные остатки. В подготовленную почву необходимо засеять семена. Это можно делать старым дедовским способом, вручную. А можно с помощью специальной насадки на мотоблоке, которая позволяет равномерно засеять газон на заданную глубину. Через две недели после посева при регулярном поливе и подкормке появляются первые сходы. А через 30-40 дней можно уже стричь газон. Траву нужно стричь тогда, когда она превышает высоту ладони. Нужно использовать хорошо подготовленную газонокосинку с очень острыми ножами. И никогда не нужно стремиться делать очень низкий срез. Последний этап производства релемного газона – это его снятие. После того, как мы подрезали дернину, мы его сворачиваем. Это можно делать двумя способами. Или релемным, почему, собственно говоря, называется релемный газон. Или второй способ – это конвертом. Теперь этот газон нужно укладывать там, где это необходимо. А хочу дать несколько советов. Первое – обратите внимание на цвет газона. Он должен быть изумрудно-зеленый. Дернина должна быть плотная, не разваливаться в руках. И самое главное – этот газон должен быть снят в тот же день, когда вы его укладываете. Но прежде чем укладывать газон, посадим несколько можжевельников. Мы выбрали сорта, которые в кратчайшие сроки разрастутся и вкупе с этими камнями прекрасно украсят участок. Ну а теперь декорируем всю прилегающую к дому территорию красивым и мягким газоном. Справедливости ради стоит заметить, что некоторые специалисты считают рулонный газон менее устойчивым по сравнению с пассивным. Поэтому все работы по его устройству лучше проводить весной или осенью, в то время, когда почва содержит достаточное количество влаги. Ну и, конечно, после раскатки газон необходимо полить. Итак, вот теперь практически все готово к приезду хозяев. Расписные дверки заняли свои места в мангальном комплексе, впрочем, как и дрова. Они создают уют и как бы зазывают приготовить что-нибудь вкусненькое. Невероятно гармонично в композицию вписалось кашпо от Тани Грамон. У нашего проекта мы решили взять Петровский изразец. Да, я вижу, вы затеяли глобальный проект. Мне же предстоит поставить финальный аккорд, то есть делать те самые милые вещицы, которые создадут атмосферу уюта, комфорта, спокойствия. Я еще не знаю, что это будет, но точно, точно уже знаю, что буду использовать те материалы, то есть дерево и ту цветовую палитру, голубой, белый цвет, которые используете и вы в своей работе. Ну что ж, мне кажется, теперь действительно у нас уже много идей, и самое время приступить к работе, правда? Вперед! Воплощение всех этих грандиозных идей мы начинаем с черновых работ, разбора мусора и строительства дорожек. В бетономешалке создаем коктейль из песка, щебня и цемента. Тщательно перемешиваем до образования однородной массы и получившимся цементным раствором заливаем дорожки участка. Чтобы они были прочными, на первый слой цемента устанавливаем армирующую сетку. Сверху все тем же раствором формируем второй слой и выравниваем. На этом с дорожными работами покончено. Осталась самая малость – выбрать материал для их мощения. Первыми строителями дорог считаются римляне. Военные дороги они выкладывали каменными плитами, а менее значимые – гравием и щебнем. С тех пор, конечно, строительство дорог претерпело значительные изменения. О современных методах в следующем сюжете. На самом деле достаточно применяется элементов для мощения. Это как вибролитая плитка, вибропрессованная плитка, натуральный камень, декоративный бетон. Есть варианты натурального камня – это песчаник. Он бывает разных цветов, вот как желтый, бывает такого, знаете, красного цвета, бывает такого серо-зеленого цвета. Вот этот камень, он по своим характеристикам на самом деле тоже соответствует по всем параметрам для укладки на мощение. Самый распространенный – это плитка, изготовленная методом вибропрессования. Она бывает разных форм, бывает как прямоугольные изделия, вот такого плана называемая брусчатка, квадратные плитки, шестигранные плитки. Плитки, изготовленные методом литья, они имеют какую-то декоративную поверхность для, так сказать, самых разнообразных целей. В первую очередь у плитки какие свойства? Это прочность, истираемость и морозостойкость. Цвет плитки достигается добавлением в цемент обычных минеральных красителей, неорганических. Они не выцветают, сохраняют цвет долгие годы. Вибропрессованная плитка, уложенная в Москве на самых, что ни на есть, высокопроходимых местах, служит по 15-20 лет. То есть для дачного участка я считаю, что это вообще вечное. Любая плитка послужит достаточно долго и будет работать на ваш век хватит. Пока мы выбирали материал для мощения, строители дачного ответа уже приступили к верандным работам. Во всех незащищенных местах обрабатываем стены специальной грунтовкой и с помощью цементного раствора выравниваем их. Стены веранды дизайнер решила задекорировать природным камнем – песчаником. На болгарке с алмазным диском подгоняем под размер каменные плиты, наносим на их тыльные стороны плиточный клей и выкладываем в хаотичном порядке. Согласитесь, столь великолепный рисунок под силу создать только природе. Ни один искусственный материал не сравнится с могуществом и изысканностью натурального камня. На очереди у нас создание мангального комплекса. Здесь мы также начинаем с выравнивания стен. Монтируем в стену металлические маяки. И по их уровню выравниваем поверхность с помощью цементного раствора. Параллельно с этим создаем стяжку на полу. Таким же образом нам необходимо выровнять кирпичные колонны. Сейчас их ширина разнится. Прибиваем деревянные маяки и штукатурим поверхность. После окончания штукатурных работ нам предстоит из пеноблоков построить короб для мангала. Но прежде отправимся в гости к Алексею Глызину. Музыкант славится не только своим творчеством, но и чувством юмора. И наверняка в его загородной жизни найдется место паре-тройке интересных творческих идей. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, Даша! Здравствуйте! Очень приятно вас видеть. Я ожидала увидеть какое-то нестандартное решение дачной жизни. И я увидела сразу же нестандартное решение. Дом у вас, Алексей, просто космический. Серьезно, космический. Как давно у вас этот дом? Ну, он строился 4 года. Окончательная, в общем, постройка была сделана год назад. И, в общем, потихонечку уже отпадают плиточки. Можно я попробую угадать, проект был ваш? Личный? Или все-таки архитектор какой-то? Проект архитектора Панина, это заслуженный архитектор России. Но, как бы, консультировал Александр Кузьмин. Это архитектор Москвы. Неплохо, неплохо. Но это сразу видно, что с одной стороны очень креативное творение, а с другой стороны видно, что профессионально сделано. Алексей, а вот эта терраса, она чему служит? Сверху я толкаю речи. Когда приезжают, говорят, товарищи! Все смотреть! Вместо товарищей собака отзывается. Это собака, которая зовут Султан. Я смотрю, у вас тут и цветочки, и какие-то кипарисики. Это называется Туи. А кто занимается вот этими посадками? Все сам, только я. Да нет, не верю, Алексей. Ну и что вы меня разыгрываете? Ну, у меня есть помощники, которые мне помогают все это сажать. Вот там вы видите рододендроны. 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 Вот их было сначала семь, потом я подумал, что маловато, и посадил еще два. И то есть получилась композиция из девяти рододендронов. Вот здесь есть ландыши, есть вот каприфоль, который сейчас уже отсветает. Да. Потом есть разновидности различной сирени. Вот это вот венгерская сирень. Ой, еще осталось! Как прекрасно! Обрывать, конечно, жалко. А говорят, очень полезно для сирени. Спасибо, Алексей. Еще пахнет вкусно. Говорят, что очень полезно для сирени обрывать. Ну да, если она остается с цветами, то на следующий год их меньше становится. Вот видите, вы все-таки садовод-любитель. Вот все знаете, во всем разбираетесь. Наверняка сами еще шашлык здесь жарите. Шашлык жарю сам, и причем ем его тоже я сам. Нет, на сколько у вас здесь народу, например, в этой беседке поместится? Ну, иногда человек 15, а если еще притравить слегка, то человек 50 поместится. Чем вы их притравливаете? Собаками. Блин, у меня тут есть они. Если можно, давайте небольшую экскурсию. Привите меня в дом, я посмотрю на то место, которое тоже помогает вдохновить. Идемте в дом, там есть место, где мы вдохновимся с вами. Ну вот, это дом. Ого, Алексей. Располагайтесь. А что это у вас тут? И Древний Египет. Древний Египет. Это у нас шумеры. И какие-то викинги. Это шкура убитого животного на днях. Вот это, кстати, камин. Как камин? Серьезно? А вообще не похоже на камин. Вот и я так думал раньше. На самом деле это камин. И все это, в общем, функционирует. Вообще мне нравится наличие обилия даже, я сказала бы, кованых предметов. В свободное от работы время я здесь хую. Ну я вам не верю. Ну я в мелочах честный, поэтому это делал не я, на самом деле. Ну выглядит очень даже по-дачному и стильно. Алексей, объясните мне, пожалуйста, что это такое? Это там второй этаж или у меня галлюцинации уже начались? Честно говоря, я это первый раз вижу, потому что вчера ничего здесь не было. А сегодня специально для программы какой-то сумасшедший сделал здесь стекло. Нет, ну серьезно, я же вижу там двери. Значит, это второй этаж. То есть это потолок и пол. Я предлагаю попробовать это на прочность. Вы гарантируете мою безопасность и сохранность? Нет. Ну все равно, я ради вас, я готова. Пойдемте. Мы же экстремалы. Конечно. Идемте. Алексей, благодарность вам за то, что вы, так сказать, вылечили мою боязнь высоты.